Привет друзья! Салат с куриным филе, ананасом и сыром это легкий, но в то же время сытный салат, который готовится достаточно просто, а получается эффектным и презентабельным. Такое блюдо достойно любого праздничного стола. Такой салат очень популярен и уже проверен временем. У него нежный и сбалансированный вкус. Если нет времени на выкладывание слоев, то просто порежьте все ингредиенты, сложите в салатник и перемешайте с майонезом. Сочетание куриного филе и ананаса идеальное, а нежности блюду придают сыр и яйца. Все самое вкусное в одной тарелке. Куриное филе я отварила до готовности. Затем даю время остыть. Если располагаете временем, лучше остудить куриное филе в бульоне, так оно будет сочнее. Куриное филе нарезаю, а затем разделяю на волокна руками. В тарелку выкладываю куриное филе. При помощи кондитерского мешка делаю тонкую сетку из майонеза. Картофель натираю на мелкую терку. Этот слой салата также смазываю майонезом. Консервированные ананасы нарезаю небольшими кусочками. Предварительно ананасы я отжала от сиропа, чтобы они не дали лишнюю влагу. Можно использовать уже нарезанные консервированные ананасы. Выкладываю слой из ананаса. Сыр натираю на мелкую терку. Для этого салата подойдет любой полутвердый сыр. Если хотите, чтобы салат имел более сырный вкус, берите сыр с более ярко выраженным вкусом. Если возьмете более нейтральный сыр, то и в салате он будет чувствоваться меньше. Этот слой салата также смазываю майонезом. Отварные яйца натираю на мелкой терке и выкладываю последним слоем салата. Верхний слой салата смазываю майонезом. По желанию, верхний слой можно посыпать мелко нарезанной зеленью. Наш салат уже готов. Желательно дать ему немного постоять, чтобы слои пропитались и дополнились вкусами и ароматами друг друга. Салат с моцареллой, руколой и помидорами черри являет собой классику итальянской кухни. Такой легкий, казалось бы, незатейливый салатик с итальянским акцентом. Но нет, вкус изысканный, гармоничный. Ведь не секрет, что моцарелла, помидоры и маслины идеально сочетаются друг с другом. А классическая заправка на основе оливкового масла и лимонного сока отлично соединяет все ингредиенты в один прекрасный салат. Кроме свежей руколы я беру еще какой-нибудь салатный микс. Для заправки мне потребуется оливковое масло, лимон и мед. К оливковому маслу добавляю свежевыжатый лимонный сок. Теперь добавляю мед. Мед желательно брать жидкий. Все ингредиенты хорошо перемешиваю до однородной массы. При желании можно добавить в забравку одну чайную ложку бальзамического уксуса. Добавляю заправку. Чтобы салатные листья сохранились хрустящими, я их предварительно замочила в холодной воде. Все хорошо перемешиваю в глубоком салатнике. На сервировочную тарелку выкладываю салатный микс. Для приготовления салата я обычно покупаю моцареллу маленькими шариками. Добавляю маслины без косточки. Сверху выкладываю половинки помидоров черри. Чуть сладкие помидоры черри, яркая свежая зелень и шарики моцареллы под кислой сладкой заправкой классика итальянской кухни готова на вашем столе. Салат с мясом криля, яйцами и плавленными сырками очень простой, вкусный и легкий. Он настолько нежный, что просто тает во рту. Вы приготовите такой салат максимум за 30 минут. Остальное время ему нужно постоять в холодильнике, чтобы стать еще вкуснее. Основной ингредиент салата это мясо криля, которое продается в баночках в консервированном виде. Криль это мелкие антарктические креветки с панцирем светло-розового цвета. Если у вас нет мяса криля, вы можете заменить его креветками. Яйца нужно предварительно отварить. Белки натираю на мелкую терку. Чем меньше натерты яйца, тем нежнее и воздушнее получается консистенция салата. Делаю сеточку из майонеза. Майонез советую переложить в кондитерский мешок и отрезать кончик. Так его будет удобнее наносить на салат, не сминая все слои, как это иногда бывает при использовании ложки. Следующим слоем выкладываю мясо криля, предварительно слив всю жидкость из баночки. Делаю сеточку из майонеза. Теперь натираю плавленые сырки на мелкой терке. Для того, чтобы плавленые сырки было легче натирать, их нужно слегка заморозить. И также нужно сделать майонезную сеточку. Я уже натерла на терке слой сливочного масла. Чтобы его было легко натирать, его нужно слегка заморозить. Делаю майонезную сеточку. Желтки натираю на мелкой терке. Слой из желтков это последний слой салата. Делаю майонезную сеточку. Салат украшаю мелко нарезанной зеленью. Салат необходимо поставить минимум на 30 минут в холодильник для пропитки. Салат с консервированным тунцом это легкий и полезный салат с большим количеством салатных листьев и свежих овощей. Такой салат готовится очень легко, а главное быстро. Свежий огурец разрезаю пополам и нарезаю полукольцами. Красный лук также нарезаю полукольцами. К салатному миксу я уже добавила тунец. Теперь добавляю нарезанный огурец. Добавляю красный лук. В глубоком салатнике перемешиваю все ингредиенты. Теперь добавляю соль и оливковое масло. Добавляю сок лимона. На сервировочную тарелку выкладываю салатный микс и добавляю половинки помидоров черри. Добавляю четвертинки куриных яиц. Можно добавить перепелиные яйца. Готовый салат посыпаю семенами кунжута. Сегодня приготовлю очень красивый, сочный, ароматный греческий салат, так как его готовят в Грецию. Это, пожалуй, самый популярный из всех овощных салатов. Многие любят его за идеальное сочетание ингредиентов, быстроту приготовления и насыщенный вкус. В самой Греции греческий салат называют хариатики, что в переводе означает деревенский салат. В Греции такой салат готовят из огурцов, томата, зеленого сладкого перца, но его можно заменить красным перцем, красного лука, маслин. Заправляют оливковым маслом обязательно сорта экстра вирджин и всегда сверху выкладывают целый кусок сыра фета, а не нарезают кусочками. Правда, если подают в салат порционно. Если готовят на общий стол, фету режут большими кубиками и обязательно еще посыпают орегано. Для греческого салата все овощи, кроме лука, буду крупно нарезать. В Греции при приготовлении салата очень часто очищают огурцы от кожуры, но у меня молодые огурцы, поэтому я оставлю кожуру. При выборе томатов отдавайте предпочтение томатам мясистых сортов, чтобы они не были водянистыми и с большим количеством семян. В Греции обычно для салата используют зеленый сладкий перец, но его можно заменить красным перцем. Теперь буду нарезать лук тонкими полукольцами. Оливки должны быть без косточек и в салат их нужно добавлять целыми. Теперь салат нужно посыпать сухим орегано. Салат нужно заправлять высококачественным оливковым маслом сорта Экстра Вирджи. Теперь салат нужно перемешать. Если греческий салат готовят в порционных тарелках, кусок феты кладут сверху на овощи. Потом каждый, кто будет пробовать блюдо, сам нарежет сыр так, как ему захочется. Но я готовлю греческий салат на общий стол, поэтому я буду нарезать сыр фету крупными кубиками и забавлю его в самую последнюю очередь в миску. Теперь добавляю кусочки сыра феты. Солить салат нужно в самую последнюю очередь, так как соль способствует выделению овощного сока. Но помните также о том, что фета и оливки соленые, поэтому сначала попробуйте салат, а потом уже добавляйте соль. Сегодня приготовлю салат оливье. Сейчас существует невероятно огромное количество рецептов и вариантов приготовления салата оливье. Все они разные, нетрадиционные и уникальные. Сегодня я хочу напомнить вам рецепт классического оливье, то есть в принципе почти того, который придумал еще повар Люсьен. Без особых ингредиентов, без необычных заправок. Того, который был украшением всех праздничных столов СССР в течение длительного времени. Единственное, вместо колбасы я буду использовать куриное филе. Мне так больше нравится. На первом этапе приготовления салата следует сварить морковь и картофель. Аккуратно и очень тщательно их очистить от кожуры. Теперь буду нарезать средними кубиками картофель и морковь. Соленые огурцы также нарезаю средними кубиками. Куриное филе нужно предварительно отварить. С филе такой салат получается намного сытнее и изысканнее на вкус, чем оливье с колбасой. Куриное филе нарезаю кусочками. Крупные кусочки разделяю на волокна. Для оливье мне еще потребуется консервированный горошек. Не стоит добавлять в оливье слишком много горошка. Это испортит вкус салата. И не стоит использовать замороженный горошек. В самый вкусный оливье кладут именно консервированные бобовые. Все ингредиенты, кроме огурцов, выкладываю в глубокую миску. Друзья, и нельзя экономить на яйцах, потому что именно яйца отвечают за нежность салата. Если хотите приготовить настоящее оливье, то меньше, чем тремя яйцами вы никак не обойдетесь. Теперь все ингредиенты хорошо перемешиваю. Соленые огурцы добавляю непосредственно перед подачей на стол, потому что они могут дать лишний сок. Заправляю оливье майонезом непосредственно перед тем, как подавать на стол. Это вопрос не только вкуса, но и безопасности. Салаты с майонезом нельзя долго хранить, даже в холодильнике. Поэтому, чем позже добавлена заправка, тем дольше срок хранения такого салата. Салат уже готов. Такой салат идеальная вещь. Закуска, еда и традиция три в одном. Салат еще можно украсить зеленью. Советую также немножко поперчить черным молотым перцем. Салат из свеклы с черносливом и чесноком можно смело назвать кладезем здоровья. Причин тому несколько. Прежде всего, в состав салата входит свекла, употребление которой способствует нормализации пищеварения и очищению кишечника от шлака и вредных бактерий. Кроме того, салат готовится с добавлением чернослива и чеснока, которые богаты жизненно важными витаминами и минералами. Раньше свеклу для этого салата я отваривала и оставалась всегда в проигрыше. Однажды я попробовала использовать тушеную свеклу и с тех пор забыла о варке. Хорошо помытую и очищенную сырую свеклу натираю на терке. На хорошо разогретую сковородку с растительным маслом выкладываю свеклу и буду тушить на среднем огне приблизительно 10-15 минут. Тушеный вариант свеклы будет намного вкуснее. Такая свекла получается более мягкой по вкусу, чем вареная и имеет более красивую, насыщенную окраску. К тому же при варке теряется вкус и значительная часть витамина. Свекла становится водянистой. В процессе приготовления свеклу периодически помешиваю, чтобы она не подгорела. В самом конце приготовления солю свеклу. Теперь свекла должна остыть до комнатной температуры. Тушеная свекла отлично сочетается с черносливом. Чернослив нужно предварительно помыть. Если ваш чернослив оказался суховат, то предварительно залейте его кипятком на 10 минут. Теперь нарезаю чернослив кусочками. В салат из свеклы с черносливом я буду добавлять чеснок, пропущенный через пресс. Чеснок придает вкус приятной пикантности и характерный аромат. Теперь к тушеной свекле добавляю чернослив и чеснок. Теперь салат нужно тщательно перемешать. Теперь нужно добавить майонез и еще раз все хорошо перемешать. Перед подачей на стол салат из свеклы с черносливом желательно охладить в холодильнике хотя бы 15 минут. Сделать такой салат не составит никакого труда. В состав салата входят самые простые продукты, а по вкусу он не уступает более сложным и изысканным закускам. Такой салат можно подавать как каждый день, так и на праздничный стол. Друзья, ставьте лайк, если вам понравился рецепт. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Буду делиться с вами новыми вкусными рецептами. Продолжение следует...